Здравствуйте! Новости 24 продолжают эфир телеканала ННТ. Напоминаем, что вся страна сейчас находится на карантине, и информационная служба нашего телеканала не стала исключением. Я Хадижа Курбанова. И прямо сейчас к событиям сегодняшнего дня. Зараженных стало больше. На сегодняшний день специалистами подтверждены 13 случаев коронавируса в Дагестане. Напомним, еще вчера их число было в три раза меньше. О семи новых случаях сообщил Роспотребнадзор по республике. Всего в лабораториях Дагестана на наличие инфекции обследовано 1232 человека. У 28 человек первичные результаты анализов на коронавирус положительные. 14 проб биоматериалов исследуются в Москве. Так, Дагестан стал третьим по числу заболевших в России. Всего за последние сутки в стране подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших в Москве. На втором месте Санкт-Петербург. На третьем Свердловская область и Дагестан. В России начались так называемые длинные выходные. Их вели, чтобы минимизировать контакты людей друг с другом. Насколько сознательно к вопросу безопасности собственной и окружающих подошли дагестанцы, узнавала Зумруд Гамидова. Она побывала в самом центре Махачкалы, ей слово. Остаться дома дагестанцев должны побудить не только призывы властей, но и ограничения в работе магазинов, кафе и развлекательных центров. Погода в эти дни в столице республики мягко говоря провокационная, однако идти горожанам особо некуда. Ну и сейчас о том, что не будет работать в эти антикоронавирусные выходные. Во-первых, это все магазины, кроме продуктовых. Работать в эту нерабочую неделю будут еще аптеки и отделения банков. И во время их посещения необходимо соблюдать так называемую социальную дистанцию. То есть не приближаться друг к другу ближе, чем на полтора метра. Работу с некоторыми исключениями продолжат больницы и поликлиники. Но в них отменят амбулаторный прием. Например, стоматологи будут оказывать помощь только в случае острой боли. Опустили парковки возле крупных торговых центров. Они также закрыты. Закрылись на неделю магазины бытовой техники, бани, спа и салоны красоты. Прихорашиваться девушкам теперь придется самостоятельно. Перекусить махачкалинцам в кафе будет проблематично. Они приостановили свою работу, но сервисы доставки под карантин не попадают. Кинотеатры также прекратили свою работу. Музеи и театры уже отменили свои постановки. Деньги за купленные билеты зрителям обещали вернуть. В республике теперь и не до пышных свадеб. Банкетные залы также прекращают свою деятельность. Владельцам придется либо возвращать деньги, либо договориться о новых датах. О путешествиях тоже стоит забыть. С 28 марта и до 1 июня не будут работать гостиницы, санаторий и детские оздоровительные лагеря. Запреты и ограничения могут сохраниться и после вынужденных выходных. Родителям настоятельно рекомендуется не отпускать детей на улицы, в том числе и на детские площадки. И это к лучшему. Сейчас, чтобы сохранить здоровье, важно оставаться дома. Закрытые границы по всему миру стали ловушкой для многих паломников и туристов. Не успевшие вовремя вернуться на родину, они вынуждены оставаться сейчас на чужбине. Среди них и граждане нашей страны. Они отправились около месяца назад на святые земли для совершения малого хаджа. На данный момент они тратят последние средства на питание и проживание в гостиницах. Абдул Алиев расскажет подробности. Вот какое состояние в Саудовской Аравии. Никуда выйти невозможно. 24 часа уже сделали комендантский час. Заложники святых земель. Так можно назвать паломников, вынужденных оставшихся в Саудовской Аравии из-за ограничения авиасообщения на фоне пандемии коронавируса. Около 200 граждан России не имеет возможности покинуть королевство и вернуться на родину. Уже около месяца они проживают здесь в нелегких условиях. Средства заканчиваются, а местные цены на товары и любые услуги довольно высокие. Мы вышли на связь с паломником из Дагестана, который рассказал нам о сложившейся ситуации. В месяц где-то мы пробыли здесь и услышали, что новость есть, что Мекку закрывают уже. По этой причине уже мы собирались домой выезжать. Как мы домой выезжать начали, уже собрались, то с Джиду поехали мы. А с Джиду, уже как мы с Джиду поехали, уже оттуда собирались билеты покупать и домой возвращаться. Как мы доехали туда, то ли на второй, то ли на третий день, если не ошибаюсь, они закрыли аэропорт. Закрыли то, что летает международный самолет, они закрыли все полностью с другими странами. А внутренне они оставляли. Через неделю, где-то неделю, 5-6 дней они уже закрыли между городами тоже. После этого пришлось нам вернуться уже в Медину, потому что Джиди жить тоже не получалось, потому что чем в Медине, Джиди жить дороже тоже. И касательно финансово тоже у нас не очень такое хорошее положение, потому что находимся в плачевном состоянии тоже. Паломники обращались за помощью посольства России. Здесь их уверяют, что держат ситуацию под контролем и ждут указаний из Москвы. Да, мы обращались к посольству, посольству России тоже обращались, они сказали, поможем, сделали списки, они собрали. И около 200 человек набралось, сказали, они, в общем, из России, кто находится на территории Саудовской Аравии. Но и по сей день у них нет ответа, они говорят, что ждем, ждем. Это, говорят, не от нас зависит, это зависит от Москвы, говорят, мы, как и вы, ждем ответа, говорят они. И из-за этого последний день ждем. Посланки консула России в Королевстве Саудовской Аравии Багаудина Алиева ими сделано все необходимое, что было возможно в такой чрезвычайной ситуации. На данный момент, несмотря на завершение регистрации на возвращение в Россию, дипломаты все еще продолжают искать возможные места нахождения российских граждан. Консульство находится в тесном контакте с уполномоченными российскими и местными ведомствами и практически ежедневно составляют и направляют им в списке желающих выехать на родину российских граждан. На данный момент консульство находится в режиме ожидания и готово исполнить любое указание из центра. Паломники, в свою очередь, не теряют надежду на скорейшее возвращение на родину. На сегодняшний день в Королевстве Саудовской Аравии отменены все международные и внутренние авиарейсы. Закрыты границы для перемещения людей. Также запрещены перемещения между регионами и крупными городами. Закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Впервые в истории уже две недели как закрыты все мечети для коллективных и пятничных молитв. Стоит учесть, что и Россия на данный момент находится на карантине, и въезд в страну также полностью закрыт. В такой ситуации остается только ждать скорейшего снятия ограничений и надеяться, что наши граждане смогут вернуться домой. Абдулла Алиев, Мурат Бикбарзов. Специально для новостей телеканала ННТ. Министерство юстиции России предложило приостановить регистрацию браков и разводов в ЗАГСах в связи с распространением коронавируса. Ведомство предлагает отложить их до 1 июня. При этом сообщения отмечаются, что в исключительных случаях регистрацию браков можно не откладывать, но необходимо отказаться при этом от проведения торжественного мероприятия и приглашения гостей. И хорошим новостям. Соцпенсии в Дагестане увеличится на 6%. В пенсионном фонде отметили, что кроме социальных выплат пожилым людям будут проиндексированы и пособия, в частности для ветеранов Великой Отечественной войны, военных, детей-сирот, инвалидов, чернобыльцев и т.д. Сообщается, что пенсия будет проиндексирована даже в том случае, если пенсионер не работает. В перечень исключения войдут мужчины старше 70 лет и женщины старше 65 лет. В Касаверте проводится дезобработка основных улиц с большой транспортной нагрузкой. По словам специалистов, работа будет осуществляться ежедневно. Все задействованные мероприятия к сотруднике проходят медицинские осмотры и наблюдают меры безопасности. Сотрудники пограничного управления ФСБ Республики МВД по Республике Тагестан пресекли канал перевозки незаконно добытой рыбы осетровых видов. В результате в районе населенного пункта Кочубейта Румынского района задержан автомобиль «Газель». В ходе осмотра выявлен специально оборудованный тайник в двойной передней стенке кузова, в которых обнаружена изъята рыба весом более одной тонны. Кроме того, рыба перевозилась без соблюдения санитарных норм и являлась браконьерским уловом с целью дальнейшего сбыта. По предварительным данным, нанесенный ущерб водным биоресурсам РФ превышает 34 млн. рублей. Изъятая рыба передана на ответственное хранение в одной из рыбоперерабатывающих предприятий города Каспийска. Собирается материал для возбуждения уголовного дела. А также сидите дома. С вами была Хадижа Гурбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»